Инвестиционную привлекательность и социальное развитие Амурского района во время рабочей встречи обсудил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и глава муниципалитета Павел Боровлев. Только за последний год в районе в три раза вырос объем строительных работ, увеличилось и количество рабочих мест на промышленных предприятиях. Репортаж Ульяны Крамаренко. На территории Амурского района расположены одни из самых крупных предприятий региона. Это и Амурский гидрометаллургический комбинат, часть предприятий Малмышского ГОКа русской медной компании. Работает Амурская лесопромышленная компания, самая крупная в своей отрасли на Дальнем Востоке. За последний год показатели предприятий растут. Объемы строительства выросли в три раза, а инвестиции почти в два. Увеличивается и количество рабочих мест. Полиметалл уже 150 мест новых рабочих ввели. Из 400 планируемых Малмышское месторождение движется. Мы у них там были в гостях, посмотрели, все слушания проведены. Сейчас разворачивается работа за кадры у нас среди всех этих предприятий. Конкуренция. Конкуренция здоровая, так сказать. Это очень хорошо. Об экономических и социальных показателях Амурского района губернатору докладывает его глава Павел Боровлев. Всего на территории реализуется 13 инвестпроектов. Предприятия тесно сотрудничают с местными властями и помогают решить многие значимые вопросы района. Например, за счет частных средств в прошлом году провели реконструкцию набережной, благоустроили территорию ботанического сада, отремонтировали школы. Это сметная документация на капитальный ремонт школы, 3 в Амурске, 1 в Вознесенском. Это сделано за счет голополиметалла. А уже при поддержке Минобразования и вас, мы сейчас готовимся к ремонту. Хочу вам сказать спасибо и вашему лицу всей команде управленцев и жителям. Во-первых, за хорошие результаты по всем фронтам в экономике, в социальной сфере, в образовании. 100 бальники есть из Амурского района в этом году. Молодцы, гордимся нашими звездочками. Также в районе реализуются и местные инициативы. Таковым стал национально-культурный центр в селе Ачан. Сдать помещение обещают уже ко дню рождению Хабаровского края в октябре.